Папа! Папа! Отец вернулся, я же говорила. Мы очень ждали. Я научилась стопать всем чулки, а я вели дрова и помогал на станции. Я вижу, вы меня не подвели. Спасибо вам, родные. Я чувствовал, я знал. Господь вам искренних друзей послал. К этому спектаклю по мотивам романа «Эдит Несбит» в городе готовились давно. Ведь рождественский концерт по благословению епископа Бобрусского и Быховского Серафима успел стать доброй традицией. Мы Рождество Христово всегда отмечаем. У нас ежегодный такой концерт бывает во Дворце искусств, либо в театре. И год от года становится вроде как бы все лучше и лучше. И все больше и больше людей посещают эти концерты наши рождественские, а также и пасхальные. Ну, я думаю, что этот концерт, который сегодня состоялся, даст хороший заряд духовный, света, добра, любви каждому человеку, который присутствовал. В этом году в музыкальном спектакле «Дети дороги» приняли участие посетители духовного центра святой лесоветинского храма и актеры областного театра драмы и комедии Ольга Матвеева, Павел Никулич и Александр Тихонов. Роль одного из главных героев примерил также директор ООО «Славянка» Тимурас Бочерешвили, как знак того, что великий праздник объединяет каждого вне зависимости от статуса и положения в обществе. Я хотел, чтобы дорогу освещала нам всегда, направляя сердце к Богу, Вифлеемская звезда. Я принял участие в этом концерте, потому что хотел тоже вложить частицу своей души, своего сердца и поддаться празднику и создать праздничное настроение, радость всем присутствующим в зале. Режиссер православного театра «Убрус» Людмила Наумчик называет свою постановку фильмом-концертом, ведь часть действия разворачивается в видеоставках. Это стало возможным благодаря трем новым экранам, которые установили во Дворце искусств. Теперь наша сцена не уступает лучшим площадкам страны. Об этом на Бобруйской сцене свидетельствуют знаменитости и всеми любимые артисты. Наш земляк Руслан Алихну приехал разделить радость горожанами вместе с семьей. Исполнив всеми любимые хиты, артист и его дочь Варвара лично поприветствовали всех в обручан и почетных гостей. Ведь такое мероприятие не могло пропустить и руководство города. Рождественский праздник получился по-настоящему незабываемым и насыщенным. Об этом говорят счастливые глаза зрителей и полный зал гостей. Мария Бересневич, Николай Силков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.